В Сирии ликвидировано 16 командиров фронта Ан-Нусры одним авиаударом. Тем не менее, люди снова бегут от войны и снова пытаются найти новый дом. И, судя по всему, предстоит нелегкое лето. Турецкий президент Эрдоган, обещавший беженцев приютить, вдруг снова начал торг с Евросоюзом, от которого деньги и немалые на кров и дом для этих беженцев уже получил. Что делать, пока европейцы не знают. Понятно, что легче в любом случае не станет, пока в Сирии идет война, пока мирных жителей истребляют, а те сотнями тысячами идут на спасение и ищут приют. Те, кто бежал из Сирии в Россию, пытаются построить новую жизнь, забыв о старых страхах. Но то, о чем они помнят, это настоящее хождение по мукам. Я уже не верила, что освобожусь, но однажды между силами самообороны и террористами случились столкновения. Был удобный момент. И мы с девочками попросили сторожа принести нам хлеба. Когда он ушел, мы сломали замок и убежали босиком. Мы ушли в горы, прятались несколько суток, все ноги были в крови. Какие-то добрые люди помогли мне зарядить мобильный, его чудом не отобрали. И я смогла позвонить родным. Знаете, когда я увидела маму, я как будто заново родилась. Я сразу забыла все, что со мной произошло. Все это будто стерлось, боль стала отступать. Я почувствовала, что впереди еще будет что-то хорошее. Обязательно. Те, кто чувствует связь с Россией, спасаются от исламского государства именно здесь. По официальной статистике около пяти тысяч, говорит Вадах Алджунди. Он работает в обществе граждан сирийского происхождения. Уверяет, в основном приезжают смешанные семьи. Те, кто здесь учился или у кого много русских друзей. Россия и Сирия сейчас это не чужие страны. У нас, в принципе, одна судьба и одна война против терроризма. Поэтому эти люди-то понимают это. У них это осталось любого к России.